...объединение нескольких индустрий. Но основные индустрии, которые работают с массовым сектором сегодня и достаточно хорошо цифровизированы, это, собственно говоря, телекомы-банки. И объединяет телекомы-банки, понятно, помимо различных совместных проектов, еще и совместное участие в стартапах различного толка, которые должны принести нам новые направления бизнеса. Сегодня у нас достаточно интересная планируется дискуссия. Я ее попросил коллег ввести в достаточно открытом и свободном формате. У нас по минимуму будут звучать какие-то лозунги, то есть, соответственно, друг другу можно задавать вопросы, можно задавать вопросы из зала. Скорее, моя роль здесь достаточно небольшая, я буду задавать просто некую такую канву для каждого спикера. Ну а дальше в режиме свободного микрофона можно будет друг другу задавать вопросы и, соответственно, слышать вопросы коллег из зала. Давайте я как бы представлю коллег. Артем Яманов, это зампредправления банка Тинькофф, член совета директоров. Насколько я знаю, Артем возглавляющий развитие бизнеса. Да, только ты меня повысил несколько раз, но ничего страшного. Ну ничего, я думаю, что у тебя большая перспектива в этой области. Дмитрий Калаев, руководитель акселератора «Фри», то есть он сегодня нам даст скорее взгляд такой из полей глазами стартапов и глазами тех ребят, кто помогает стартапам работать с корпорациями. Дмитрий Ивлев возглавляет департамент цифрового банкинга. Ой, Евгений. Извини, пожалуйста. Возглавляет департамент цифрового банкинга в Мегафоне. Соответственно, далее коллеги, прошу прощения. Наталья Девцарева. Значит, возглавляет акселератор ВТБ и, соответственно, расскажет также о своем опыте, как в том числе совместно с коллегами из «Фри» удалось построить целую воронку. Сергей Берестовой, заместитель предправления Банка «Русский стандарт», соответственно, курирует различные новые, в том числе цифровые продукты, соответственно, и Дамир Абатуллин в «Альфа-банке» занимается цифровыми продуктами. Ну, я, Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса «Ростелеком», отвечаю в «Ростелекоме» за все новые внутренние и внешние инвестиционные проекты, начиная от стартапов, заканчивая слияниями и поглощениями, совместным предприятием и так далее. Ну, наверное, начнем с Артема, с конца. Артем, ну, вот некоторое время назад Панк Тиньков сам был стартапом, начинался как стартап, сейчас это большая успешная компания. Скажи, пожалуйста, какие метаморфозы вы проходили, как вы изменились в плане взаимодействия внутреннего с точки зрения развития новых инициатив, как вы работаете со стартапами и где, в какой плоскости вы видите партнерство, например, с «Телекомами»? Спасибо, ты очень обширный вопрос задал. Безусловно, то есть, Банк Тиньков появился как довольно простая компания. У нас был один канал, один продукт. Мы занимались первыми в России директ-мейлом, рассылали приглашения людям, которые оформляли кредитные карточки. Метаморфоза произошла, наверное, начала происходить лет 7 назад, когда мы начали мигрировать сначала в интернет, то есть мы стали, по сути, финансовым e-commerce. А потом мы начали делать очень много вертикалей, много банковских продуктов, небанковских продуктов, начали делать lifestyle banking. И, безусловно, это потребовало достаточно серьезного изменения, как внутреннего, так и работы со внешней средой, с партнерами, с инвесторами. Прежде всего, чтобы компания смогла поддерживать очень много различных проектов и продуктов, нам полностью пришлось переделать орг структуру. И, к сожалению, этот проект еще пока так до конца и не закончился. То есть идея заключается в том, она, в принципе, простая, что весь бизнес должен быть поделен на малые команды, взаимодействие между которыми должно быть ограничено. То есть не то, что взаимодействие, а связи между которыми, жесткие связи между которыми должны быть ограничены. И, собственно, поэтому эти команды могут делать без бюрократии, пилить свои продукты, фичи и повышать time to market. Не могу сказать, что нам удалось это сделать в полной мере пока, но, в общем, процесс трансформации в эту сторону идет и непрерывно продолжается. Что касается взаимодействия с телекомами, ну, банки и телекомы, в общем и целом, это такие нативные и партнеры, и конкуренты. То есть, с одной стороны, вообще весь банкинг, он во многом, конечно, развитие банкинга и дистанционного банкинга было основано на том, что у людей появилась мобильная связь. То есть, вот все то, что сейчас ДБО работает, стало в том виде, в котором мы его знаем. Мобильные аппликейшены банков прекрасные, которые в России действительно одни из самых лучших в мире. Это все благодаря тому, что у нас очень хорошая связь, и телекомы предоставляют нам среду, в рамках которой мы можем эти продукты производить. То есть, например, банковская авторизация, смс, то есть, прикрепление человека с определенным номером телефона, невозможно было бы без наличия сотовых сетей. С другой стороны, эта взаимозависимость, она всегда приводит к некоторой конкуренции, как мы знаем. То есть, в какой-то момент сотовые операторы, они, например, поняли, что банки сидят на их инфраструктуре, и решили на этом заработать, начали тарифы повышать. Ну, вы все это, наверное, знаете. Плюс, банки и телекомы, они всегда смотрели на поляну друг друга и пытались что-то делать. Операторы пытались что-то делать в финансах, покупали банки, делали какие-то маркетплейсы, не оставили своих попыток, в основном потеряли очень-очень много денег. Сейчас обратная тенденция, банки пытаются что-то делать на поляне телекомов, потому что произошла стагнация уже сотовой связи, и уже в России стало возможно, то есть, сотовая связь не так сильно растет, там 2-3% речь идет. Ну, мы не берем там вашу компанию Тель-2 конкретно, но вот в среднем по рынку это не так много. Соответственно, появились возможности для нишевых игроков, то есть, вот, просто телеком, в частности, способствовали этой инициативе, и банки начали запускать своих операторов. Посмотрим, что из этого выйдет. Будем надеяться, вот мы сейчас говорили на дискуссии, будем надеяться, что удастся не просто создать еще одного виртуального оператора, а понять, какие новые продукты, сервисы удастся на ниве этого сотрудничества запустить, потому что если это просто еще один новый оператор, то это, скорее всего, не так интересно, и не удастся здесь найти какую-то хорошую, взаимовыгодную экономику. Вот, а если не удастся, то придется расстаться, и этот союз там опять развалится между банками и телекомами в этом направлении. Вот, ну, будем стараться искать. Думаю, что, надеюсь, что что-то получится. Дмитрий, слово тебе предоставляется, потому что Артем сейчас очень достаточно детально все же ответил на обширный вопрос, и хочется узнать, как глазами компании, которая помогает стартапам работать с корпорациями, именно в сегменте банковского и телеком-сектора, какие ты видишь зоны развития, какие ты видишь возможности, которые сегодня не до конца использованы, ну и, собственно говоря, взгляд, собственно говоря, с рынка на телекомы и на банки. Спасибо. Ну, да, то есть, наверное, пару слов про нас. Мы, в первую очередь, венчурные инвесторы. У нас в портфеле около четырех сотен компаний, которые мы проинвестировали, из них несколько десятков в сфере, как раз, финансовых технологий. Причем здесь, наверное, такой возникает спорный вопрос, что относится к финансовым технологиям, что не относится. Например, вот мы сейчас делаем для банка ВТБ активационную программу, и там вот 20 команд, которые сейчас заходят в пилоты, ну, я думаю, Наталья потом расскажет больше детально, там вот именно так вот, если на них посмотреть, финтех, вопрос, это финтех или нет. Ну, то есть, допустим, какие-нибудь голосовые роботы, это то, что сейчас вообще во всех индустриях, и в телекоме, и в банках, и еще в других индустриях начинают проникать в нашу жизнь, и оказывается, что какие-то технологии, которые возникли, ну, вот, такие делающие destruction и доходящие до нас, они начинают влиять просто на всей индустрии сразу. Ну, то есть, почему много голосовых роботов? Потому что сколько-то лет назад качество распознавания голоса достигло премьерного результата, и теперь все смотрят, а что с этим можно сделать с этой технологией. Можно там нанимать сотрудников, можно там улучшить коллекшн, можно повысить продажи, а еще там мы только что обсуждали, как теперь по биометрии голоса распознавать, когда нейронки начинают уже имитировать любого человека, и по факту оказывается, что, ну, как бы любой бизнес смотрит на новую технологию и воспринимает ее как, ну, с одной стороны, как угрозу, с другой стороны, потенциал, ну, то есть, тот же голосовой робот, это, ну, зачем у нас будет там несколько сотен или несколько тысяч голосовых операторов людей, когда это будет просто там, ну, процессорное время. И здесь один из вопросов, собственно говоря, во-первых, скорости мониторинга, то есть, ну, как бы не каждый игрок уже готов брать продукты и их в себя встраивать. Кто-то пытается сам их реализовать, кто-то на рынке ищет и так далее. И, наверное, здесь объединяет, что когда возникает какой-то стартап, во-первых, непонятно, это, ну, непонятно в хорошем смысле слова, это к телекомам, это к банкам, это к ритейлу, потому что он одновременно начинает, как бы, помогать во все стороны это делать. Здесь возникает какая-то битва, когда за один и тот же стартап начинают работать, как бы, хотеть с ним по работе телекомы и банки, и другие игроки. И мне кажется, это все больше и больше становится вот нарастающей тенденцией, потому что я вот, ну, парочка примеров. У нас, допустим, есть в портфеле такой стартап Pimpay. Это кредитование e-commerce, вот уже в тот момент, когда посылка ушла в регион. И здесь, с одной стороны, это вроде, ну, чисто финансовая деятельность, кредитование. С другой стороны, инфраструктура, поверх которой это работа, это служба доставки, та же почта России. И уже получается, что у нас есть, как бы, тоже два игрока, которым это может быть как комплементарный бизнес и расширение того, что он делает. В общем, на мой взгляд, наверное, если смотреть со стороны банков телекомов, здесь возникает история, что игра становится все с меньшим количеством устоявшихся правил. То есть все время приходится мониторить и смотреть, что меняется и насколько эти изменения влияют на меня. Если смотреть со стороны стартапов, то все более френдли становятся сами игроки. То есть у половины сидящих на этой панели дискуссии игроков есть так называемый фасттрек, когда там стартап, приходя в крупную компанию, а стартап, условно, может быть, два месяца от роду, он не начинает проходить полноценные процедуры контрактования, а он, условно, буквально через пару недель, после того, как его увидели на радарах, попадает в пилотирование, и если банк или телеком получает выгоду, он дальше уходит уже в масштабирование. И это, как бы, с одной стороны еще, так как половина, то второй половине стоит об этом задуматься, но для стартапа, в общем, такая становится достаточно комфортная жизнь с точки зрения, что много опций есть, где можно достаточно быстро показать результат и потом понять, получается ли не получается с крупным игроком уже выстраивать, ну, как бы, финансовые отношения. Ну и, наверное, следующая игра, которая нас ждет, как раз вот то, что звучало на панели дискуссии, Сбербанка, вы много покупаете, да нет, мы мало покупаем. Вот это как раз то, что будет, наверное, следующим шагом, потому что все-таки желание не только пользоваться технологией, но для каких-то корпродуктов еще и покупать их, оно будет нарастать, и здесь вот, опять же, возникнет, на мой взгляд, поляна для конкуренции, когда банки и телекомы начнут уже самостоятельно покупать стартапы, а не только их пилотировать. Наверное, вот, наверное, таким образом выглядит эта картина из моего окопа. Спасибо. Евгений, мы вот выслушали коллег стартап, который стал большой компанией, коллеги, которые плотно работают со стартапами, интегрируют их в корпорации, инвестируют в них. Соответственно, теперь хочется услышать вашу точку зрения, потому что вы, по сути, инновацию создали внутри большой корпорации, и с пользовательской точки зрения, несмотря на то, что в какой-то степени мы конкуренты, достаточно качественный продукт, мы высоко его оцениваем, поэтому расскажите, пожалуйста, как вы, во-первых, как вы к этому пришли, почему все же вы там не приобрели какого-то игрока там, да, почему вы не сделали какое-то там партнерство, а вы вот создали у себя достаточно большой сегмент как в финансовом секторе, так и в других. Спасибо. Да, спасибо большое. Тут, правда, очень много всего сказали. Наверное, я во многом готов присоединиться, в первую очередь, наверное, к тому, что сейчас все технологические компании, коим, конечно, являются все операторы, и крупные банки, они уже выбрали такую клиентоцентрическую модель и идут от потребности клиента, собственно. И, конечно, все видят, банки видят, что есть потребность в связи, операторы видят, что есть потребность в платежах, в расчетах и так далее. Что конкретно у нас? Давайте немножко расскажу. То есть у нас есть проект Мегафон банка, и наша основная фишка в том, что банковская карта, счет банковской карты равен счету мобильного оператора. Ну, собственно, про Мегафон, безусловно, я говорю. И наша стратегия, она в чем состояла? То есть не брать еще один финансовый некий институт и ставить рядом с нами, рядом с оператором, и какие-то выстраивать совместные коллаборации. Мы реально решили сделать максимальную интеграцию друг в друга, и, пожалуй, наверное, самые большие вот видим эффекты как раз на этом, что у нас клиенты, которые пользуются нашей картой, они как приносят доход как банковский бизнес, интерчейнджи, разного рода комиссии и так далее, так и повышается LTV нашего клиента, он дольше живет с операторами, он более, скажем так, лоялен становится. То есть, например, даже если брать НПС операторов и НПС, например, нашего продукта, то наш продукт и НПС нашего продукта сильно вытягивает НПС оператора. Ну, уже просто у оператора, ну, есть определенное, что все там и меняют, и все уже, ну, мало кто вот от души и горячо рекомендует. Вот. И, ну, собственно, вот так родился наш продукт. То есть, это глубокая синергия оператора и банка внутри, то есть не построение отдельной структуры, а именно развитие вот экс-банковской экспертизы внутри оператора. Спасибо. Скажите, а вот если мы говорим про то, что вот у вас, по сути, это внутренний проект, значит ли это, что банк станет частью ядра вашей экосистемы? Или все же это будет оставаться как отдельным видом сервиса? Ну, это стратегическое, я так понимаю, было решение? Ну, что касается экосистемы, конечно, у нас Мегафон тоже исповедует экосистемный подход, и, безусловно, у нас не только есть связь и оператор, у нас есть достаточно масштабные проекты и в Медиа, Мегафон ТВ, и у нас есть проекты в путешествиях, проекты в ЕКОМе, много всего, конечно, делается. То есть, безусловно, мы тоже хотим предложить нашему клиенту какие-то суперусловия именно от нас и максимально вовлечь его в нашу экосистему. Будет ли это ядром? Тяжело сказать. Мы тоже здраво смотрим на рынок и понимаем, что сейчас невозможно стать как-то, в моем понимании, неким ядром, финансовым инструментом. Почему? Потому что сейчас мало уже, на самом деле, есть людей, скажем так, про физические лица будем говорить, у которых, например, один банк, и он только с ним живет, и вот больше никуда не смотрит. Это абсолютно нормально. Я думаю, тут 80% точно всех так, что у них там ипотека в Сбербанке, карточка там, условно, у Мегафонбанк, или в Тинькове, или еще где-то. И это такая абсолютно стандартная история. Поэтому, конечно, финансовая история Мегафона нужна, но мы понимаем, что это такой дополнительный фактор привязки. Вряд ли это будет какой-то базой, и вот, скажем так, все будет строиться вокруг этого. А ограничивает ли, на ваш взгляд, это Мегафон от партнерства с другими банками? То есть наличие такого сервиса. То есть является ли это в какой-то части ограничителем? Или это вот, посмотрите? Да, абсолютно нет. Даже расскажу сейчас. У нас есть карта дебетовая наша. Ну, как я говорил, счет телефона, который равен счету карты. И сейчас мы выстраиваем еще и кредитную модель, и всячески призываем всех, все банки с нами коллаборацировать, делать совместные проекты. Мы сейчас, ну, это просто уже как бы были пресс-релизы, и открытая информация с «Газпромбанком», с «Райфайзенбанком». Делаем, собственно, совместные проекты. Есть еще ряд банков, с которыми у нас нет пресс-релизов, и поэтому я их говорить не буду. Но, то есть, мы готовы продавать продукты, кредитные продукты других банков на нашу аудиторию. Удобно, умно, не просто какая-то глупая лидогенерация, а именно продукт, который нужен, будет интересен и оператору, будет интересен и нашим банкам-партнерам. То есть, мы абсолютно там не закрыты, а всячески даже сильно, я считаю, даже более открыты, чем многие банки, потому что готовы их продукты прямо имплеменцировать к себе. Спасибо. Наталья, значит, вы возглавляете акселератор в ВТБ, и, безусловно, наверняка у вас есть какой-то взгляд на тип компаний, тип проектов, которые вас интересуют. С чем вы сталкиваетесь с точки зрения воронки этого бизнеса? Какие у вас основные принципы, с которыми вы работаете, и как вы видите влияние приходящих компаний и потенциальных партнеров на бизнес ВТБ? Да, если позволите, я хотела несколько слов вначале сказать вообще про ситуацию на рынке, на глобальном рынке в России, что касается финтех-стартапов. Ну, все вы, наверное, знаете, что во всем мире традиционные банки, они испытывают очень серьезное конкурентное давление со стороны финтех-компаний независимых. Инвестиции в мировой финтех составляют десятки миллиардов долларов, там не менее 20 единорогов уже есть на рынке. Все они активно заходят в те клиентские сегменты, где изначально традиционные банки всегда были. Там у одного революты уже порядка двух миллионов клиентов. И, конечно, этому способствуют как раз большие инвестиции в развитие этой финтех-отрасли, финтех-стартапов. В России же ситуация иная. Все мы знаем, что инвестиции здесь, конечно, сейчас не на таком уровне находятся, как хотелось бы. Венчурный рынок развивается, но не теми темпами, какими хотелось бы, если сравнивать с мировыми лидерами, конечно, находятся на начальном уровне развития. И поэтому говорить о том, что в России финтех-стартапы конкурируют с банками, ну, наверное, все мы понимаем, что это не так. И в ближайшие годы тоже ситуации, такой сложный инвест-климат в России, он вряд ли изменит ситуацию. Поэтому, к чему я-то говорю, то, что стартапы, собственно, им ничего не остается делать в России, как выстраивать коллаборацию с крупными банками. И мы это замечаем, они очень активно, охотно приходят к нам для того, чтобы такие партнерства выстраивать. И в этом смысле российские крупные банки, они находятся, ну, у них есть такое преимущество сейчас технологическое. Мало того, что нет давления конкуренции, так еще и стартапы хотят работать. ВТБ работает со стартапами уже много лет, на самом деле, но это сотрудничество, оно всегда было каким-то точечным, а не системным. То есть стартапы заходили в банк по каким-то своим контактам, показывали свои решения, и фактически единицы превращали эти контакты в какое-то реальное сотрудничество. Это происходит по многим причинам, потому что в корпорациях вообще очень сложно инкорпорировать маленькие компании. Это другой менталитет, другая культура. И для того, чтобы что-то внедрить, нужно стартапы иметь большое терпение. Тут уже не буду я ни для кого не секрет, как у нас все очень сложно в крупных корпорациях устроено. Поэтому, собственно, в ВТБ возникла инициатива по созданию такой площадки единой точки входа для стартапов и для внутренних заказчиков. Это, собственно, акселератор. Мы запустили его в прошлом году впервые, и по итогам первой волны акселератора мы смогли запустить порядка 15 пилотных проектов. Конечно, все происходило изначально достаточно сложно, потому что в банке мало кто понимал, зачем работать со стартапами. Подразделения не понимали. Мы вот работали много лет там системными интеграторами, у нас есть проверенные поставщики в компании, зачем нам приходят какие-то мальчики непонятные, предлагают какие-то незрелые продукты. Вот примерно на таком уровне изначально было. Конечно, за этот год прошли большие перемены, и мы вкладывали очень много в развитие внутренней культуры по работе с инновациями в банке. И в этом году, когда мы запустили уже акселератор совместно с Фри, у нас получилось так, что не стартапы ищут заказчика внутреннего, а внутренние заказчики, внутренние подразделения конкурируют между собой за право запускать пилотные проекты со стартапами. Считаю, что это вообще огромное достижение создания такой внутренней конкуренции. Как все устроено? Мы отбираем стартапы, затем проводим внешнюю экспертизу с помощью внешних экспертов. В этом году мы привлекали Фри. Затем проводим внутреннюю экспертизу, показываем эти стартапы всем многочисленным бизнес-подразделениям. Они отбирают интересные проекты. И самые лучшие из них мы, собственно, тестируем, запускаем пилотные проекты для того, чтобы на какой-то ограниченном бизнес-кейсе проверить, насколько технология работоспособна, какой потенциальный бизнес-эффект она может принести. И лучшие стартапы уже за тем, которые доказывают, что да, эффект есть, уходят в масштабирование. Мы выстраиваем такого рода партнерство. И лично мой взгляд, собственно, как нужно работать со стартапами, он больше, наверное, сводится к тому, что лучше выстраивать партнерство, чем заниматься покупкой компаний. Потому что стартап – это совершенно другая культура. Есть большие риски, когда он попадет в корпорацию. Он сначала будет очень долго бороться с ветряными мельницами, а потом, собственно, станет, ну, примерно, наверное, таким же, как сотрудники корпорации. Отличительная черта стартапов заключается в том, что они очень быстро реагируют на потребности клиентов, очень быстро создают продукты и очень высокий аппетит к риску стартапов. И в этом смысле для нас они являются такими потенциальными точками роста, когда мы можем найти практически готовое решение на рынке и очень быстро интегрировать наши продукты и сервисы. Если заниматься внутренней разработкой, зачастую это занимает гораздо больше срок по времени, и, соответственно, time-to-market уже совершенно в других исчисляется временных интервалах. Не знаю, ответила на вопрос полностью. Кстати, да, Наталья, спасибо большое за такое глубокое погружение в процесс взаимодействия со стартапами. Действительно, очень важно. Вы отметили несколько важных тезисов, которые я тоже хотел бы прокомментировать. Ну, во-первых, безусловно, та самая разница в капиталах и в объемах рынка, которые присутствуют в России и, скажем так, в более масштабных территориях, таких как США, конечно, говорит о том, что стартапы, безусловно, опричены в каком-то смысле приходить и взаимодействовать с корпорацией, выстраивать какие-то партнерства, ну и, возможно, им продаваться. Но есть еще один очень интересный тренд, который я, еще будучи венчурным инвестором, отметил на зарубежных международных рынках. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на историю, не знаю, 10-летней давности, 15-летней давности, когда крупные корпорации только начинали цифровую трансформацию, было очень много сделок по приобретению технологических компаний. Причем за очень такие большие, серьезные деньги. Сделки исчислялись миллиардами, и корпорации покупали больше технологию и людей, чем бизнес. Прошло 10 лет. Крупные корпорации в большей своей части уже трансформировались. То есть у ребят в корпорациях появились достаточно серьезные IT-компетенции, серьезные продакт-менеджеры. Все эти самые модные слова, там, agile, kanban и так далее, достаточно широко используются в корпорациях. И что происходит сегодня? Сегодня на зарубежных рынках практически нет сделок по покупке чисто технологий. Ну, то есть технологических компаний, которые там не с небольшим бизнесом, но с крутой технологией. И мой личный опыт переговоров и сделок с крупными международными компаниями говорит о том, что ребята очень четко выстраивали стратегию переговоров. Они говорят, слушайте, все очень просто, у нас все эти компетенции на борту есть. Ваша замечательная технология не стала пока большим бизнесом. И нам нужно примерно 8 месяцев, чтобы ее полностью повторить. Мы сделали due diligence, спасибо вам большое, сейчас мы это все сделаем. И, конечно, когда ты понимаешь, что корпорации начинают играть на этой поляне, безусловно, нужно переизобрести новый формат работы со стартапами, потому что приобретаются корпорациями уже не технологические компании, а уже готовые бизнесы. И это очень важно, у многих из вас на этой панели есть соответствующий опыт, и мы понимаем, что если мы посмотрим в будущее через 3 года, 5 лет, когда основная масса крупных корпораций, телекомов, банков, в общем-то закончит процесс трансформации, мы все увидим ту самую важность тех партнерских взаимоотношений со стартапами, которые в том числе развивают акселераторы, которые развивают те самые институты развития, когда ты можешь на самом деле не приобретать компанию, а сделать с ней совместный продукт и получить совместную выгоду, строя совместный бизнес. Вот это очень важный тезис. Спасибо вам большое. Сергей, вопрос к вам. Вы, вообще, банк «Русский стандарт» – это такой основатель бизнеса потребкозитования. Потом на этот рынок пришли новые технологии, понятно, рынок начал перестраиваться. Как «Русский стандарт» реагирует на те вызовы, которые сегодня присутствуют в цифровом мире? Какие у вас мысли, проекты, планы взаимодействия, в том числе с телекомами, с вашими коллегами, инфраструктурными партнерскими проектами? Александр, спасибо за вопрос, спасибо за приглашение на круглый стол и за возможность высказаться, поделиться своим опытом, опытом нашего банка. На самом деле, очень приятно выступить именно на этом «Фенополисе» или в рамках этого «Фенополиса», потому что, с одной стороны, этот год для нас юбилейный, нам исполняется 20 лет. Спасибо. С другой стороны, мы на «Фенополис» приехали не с пустыми руками, как раз вместе с нашими партнерами мы привезли несколько инновационных решений и сервисов, о которых я расскажу чуть позже. Что касается того, где мы сейчас находимся как банк в свете вызовов, связанных с финансовыми технологиями, на самом деле мы продолжаем развиваться именно как классический розничный банк, ориентированный именно на банковскую деятельность. Да, мы совершенствуем банковские продукты, сервисы, но мы не развиваем и не планируем развивать какие-то комплементарные, смежные бизнесы, наверное, по двум причинам. Первое – нужно сохранять фокус в том деле, которым ты занимаешься, если им заниматься профессионально. Второе – это, наверное, отчасти, да и не отчасти, во многом регуляторные и потенциальные издержки, которые сопряжены с развитием банком, таких бизнесов, как телеком, как то, что делает Сбербанк, наверное, он может себе позволить это с точки зрения капитала. Но если говорить о частных банках, то это сопряжено с тем, что банк не может на своем балансе заниматься определенными видами деятельности из-за специальной правоспособности. Как следствие, это приводит к тому, что банки должны создавать дочерние компании. Создание дочерней компании предполагает оценку на ежеквартальной основе финансового положения, не выплата дивидендов влияет на оценку финансового положения и так далее. И в свою очередь это дает, конечно, на капитал. Поэтому мы это прекрасно понимаем и не планируем, собственно, это развивать. Что мы делаем? Мы сотрудничаем, конечно же, с платежными системами, практически со всеми платежными системами, в том числе с такими, как Alipay, ApplePay, WeChat. И на самом деле это такая значимая часть наших партнерств. Второе. Мы серьезно занимаемся эквайрингом. Мы четвертый игрок в России. После, пропуская вперед только госбанки, входим в топ-50 игроков в Европе и топ-100 в мире. К чему я этого говорю? К тому, что вот такое сотрудничество с платежными системами плюс глубокая экспертиза в эквайринге позволяет нам на российском рынке одними из первых запускать те или иные инновационные сервисы, опять же, о которых я чуть-чуть позже расскажу. Мы в целом и собственными силами стараемся развивать наши банковские продукты и сервисы, частью внедрения новых технологий, инноваций. В этом смысле мы приветствуем и всячески поддерживаем инфраструктурные проекты, которые реализует Центральный банк, Ростелеком, в частности, в первую очередь, биометрическая идентификация, цифровой профиль, система быстрых платежей. Что касается, собственно, партнерства тех проектов, которые мы на данном Финополисе презентуем, это проекты с четырьмя компаниями, с Визой, с Амсунгом, НСПК и, собственно, с Ростелекомом. С Визой мы запускаем два новых проекта. Первый проект – это рассрочка на терминале при покупке в магазине. Второй проект – это… Сейчас с Амсунга, значит, забыл второй проект с Визой. Амсунг, значит, что мы с ними сделали? Мы на базе смартфона, по сути, сделали электронную кассу, теперь можно карту приложить к смартфону и совершить покупку с НСПК. Мы презентуем проект оплаты по статистическому QR-коду на примере проекта, связанного с благотворительностью. И с Ростелекомом мы, я считаю, запускаем уникальный проект. Делаем это первыми. Это проект биометрического эквайринга. То есть в чем смысл, в чем суть проекта? В том, что мы привязываем биометрические данные к номеру счета, что позволяет без наличных, без карточки, без мобильного телефона совершать покупки в торгово-сервисных предприятиях по… Мы не любим так говорить, но по лицу. То есть достаточно посмотреть на терминал, и, собственно, деньги будут списаны со счета. И, наверное, последнее, о чем хотелось бы сказать, это по поводу сотрудничества банков и телекомов. Мы не верим в модель, когда банки создают телекомоператоры, когда телекомоператоры идут в банковский бизнес. Мы верим именно в партнерскую модель. В этом смысле нас устраивает тот формат взаимодействия, сотрудничества, который у нас с Ростелекомом сложился, с которым нам удалось запустить ряд проектов, среди которых я бы, наверное, отметил посткредитование в точках продаж компании Ростелеком «Розничная сеть», карту-карт перевода на сайте Ростелекома, когда физическое лицо может совершить перевод со своей карты на карту другого физического лица, сделать это на сайте Ростелекома. Это интернет-эквайринг мастер-пасс, опять же, на сайте Ростелекома. И, опять же, не буду останавливаться долго, потому что уже рассказал об этом, биометрический эквайринг. Очень надеемся на продолжение, собственно, сотрудничества не только с Ростелекомом, но и с другими телеком-компаниями. Мы вот двумя руками именно за партнерский формат сотрудничества, взаимодействия. Спасибо. Дамир, теперь очень важно услышать ваше мнение, потому что у нас такая очень интересная дискуссия. То есть у нас представлены на панели, по сути, разные взгляды. И я хочу в конце нашей дискуссии попросить каждого из вас буквально по минуте высказаться касательно мнения услышанного на панели, то есть свой взгляд. Поэтому вам такая очень важная роль сейчас. Возможно, вам удастся даже как-то суммировать позицию не только свою, но и коллег. Поэтому прошу вас. Спасибо. Спасибо, Александр. Это, по-моему, два таких основных вопроса. Это как работаем со стартапами и что, как партнеримся с Треком. Я постараюсь сразу ответить на два и потом дам оценку. С точки зрения работы со стартапами у нас, я не скажу стратегии, у нас таких три ключевых подхода к работе. Первый мы называем, это стартап равен building blocks. То есть, по сути, что это обозначает, что мы под капотом внутри сервисов банка, строили уже порядка двух десятков компаний. То есть, и здесь у нас такая же позиция по переговорам, которую, Александр, ты озвучил, 8 месяцев либо снижаете цену. То есть, ну, 8 месяцев для нас, как бы, это тоже деньги. И здесь в случае, если мы договариваемся, мы достаточно оперативно прямо встраиваем решения стартапов в нашу платформу, благо она это нам позволяет сделать. И это такая, как бы, основная тематика, основной, как бы, фокус. Здесь у нас идет такой постоянный поиск компаний, которые просто усилят нас и технологически, и сервисно. Вторая, как бы, тематика, это валидация бизнес-моделей. То есть, здесь мы со стартапами, у нас нет четко ярко выраженной такой акселерационной программы, но мы эту акселерацию проводим. В каком плане мы даем возможность наших клиентах, стартапам, попробовать их продукты и дотюнить их. А в случае, соответственно, как бы, но при этом мы получаем реальные метрики и реальный спрос на те или иные решения. В случае, как бы, если мы сходимся во мнении, что это эффективно, мы начинаем это масштабировать. То есть, про инвестиции, наверное, говорить не буду. Действительно, у нас есть хорошие примеры, но их не так много. В части работы с телекомами, тут я считаю, что нам очень сильно повезло. Мы просто обречены на стратегическое партнерство. У нас в группе Beeline, Wimple.com и точно так же X5 Retail Group. И здесь хочу сказать, что для Альфы эта работа постоянная. То есть, она у нас не волными идет, не проектами. То есть, это такая постоянная фулл-тайм работа по различным сегментам и для физических лиц, и блокчейн-проекты внутри, получается, компании, B2B-предложения для ритейла. Здесь мы выбрали для себя такое поле экспериментов. То есть, мы пробуем, смотрим, ошибаемся, правим. В принципе, уже в этом году наработали ряд интересных сервисов. Я думаю, в следующем году мы прямо с помпой анонсируем на рынке. Так что ждите. Если резюмировать в целом дискуссию, то, что услышали. То есть, знаете, такой интересный момент. Если года три назад мы говорили о конкуренции между финтехами и банками, то сейчас слово партнерство, оно практически прозвучало как бы у всех. Это, наверное, здорово. Другой момент. Теперь надо понять, как в результате такого рода партнерств будет выигрывать не только банк, в том числе и стартапы. То есть, как добиться этого вин-вина. Спасибо. Артем, ты начинаешь у нас такую резюмирующую свой такой take-away. Ты начинаешь заканчивать. Ну, я про стартапы ничего не говорил. То есть, мне дополнила, наверное, мысль. Тут Наталья хорошо озвучила ее. То есть, почему мы и другие коллеги, почему мы три года назад говорили про конкуренцию, а сейчас говорим в большей степени про партнерство? Ну, российский рынок, да, у нас недостаточно инвестиций для стартапов. Поэтому все успешные стартапы, они выглядят как стартапы, которые, условно говоря, производят ракеты для войны банков, телекомов и так далее. Вот они нашли свою бизнес-модель. А те стартапы, которые пытались этими ракетами воевать с банками и телекомами, ну, судя по всему, как мне кажется, они свою бизнес-модель не нашли и не начали зарабатывать. Вот, если вкратце про стартапы. Спасибо. Я продолжу про стартапы. Наверное, из того, что я вижу, что все время возникают вызовы пробовать новые продукты у бизнеса, а если мы в любой компании, в телекоме, в банке или где угодно придем к нашим собственным разработчикам, всегда как бы roadmap расписан на пару лет вперед. И вот работа с этими внешними потенциальными интересными решениями, она позволяет, первое, сделать time-to-market прям в разы меньше, потому что мы можем начинать сами делать, можем использовать с готовым продуктом. И второе, это сделать дешевле, потому что любой пилот, который сейчас даже платно делается, он стоит от 500 тысяч рублей до пары миллионов рублей. Самостоятельно продукт сделать за такие деньги даже минимальные практически невозможно. И вот это то, что движет интересом к стартапам. Ну, а действительно, я тоже наблюдаю, что, ну, наверное, окей, есть там не так много игроков, которые строят свою экосистему и как бы втягивают все внутрь, как бы все в дом, все в семью и больше ни с кем не делиться. Но в целом больше стратегий именно таких коллаборационных, когда там телекомы работают с банками, банки с телекомами, ровно потому, что, ну, как бы есть уже готовая компетенция, клиентская база и там годы отлаженных бизнес-процессов, и воспроизводить это у себя практически бессмысленно. Проще договариваться и, наверное, вот время договариваться, но вот сейчас, как бы, нарастает все больше. Спасибо. Евгений, ваше слово. Да, ну, я тоже, собственно, ничего про стартапы не говорил. Безусловно, у нас, как большой корпорации, есть тоже своя песочница стартапов, которую мы ждем, привлекаем новые команды, технологии, разные уровни зрелости. И там есть ребята, которые помогают, собственно, этот стартап тащить по корпорации, пинают всех продуктованеров и бизнеса, продают этот стартап внутри. Но они не говорят, что вот есть рудмэп, ну, вернее, как любой продукт-онер говорит, у меня рудмэп, сорян, как бы приходи там вот с этим стартапом через год. Ему говорят, ну, как бы мы понимаем, да, ну, вот тебе там такое-то количество миллионов на это. Он сразу говорит, ну, это интереснее, пожалуй, я его поставлю в следующий квартал, например, и уже как-то так получается эту историю двигать. Ну, и вообще про вот такие совместные пары телекомы, банки, конечно, был тезис, что это, может быть, не полетит, но это летит. Это есть цифры, есть выручка, есть клиенты, сотни тысяч клиентов, которые пользуются, которые выбирают именно вот такие, скажем так, коллаборационные продукты, а не чисто кор-банк или чисто кор-телеком. Поэтому это, ну, наверное, как в любом крупном бизнесе, если делаешь качественный продукт, качественно его дистрибутируешь, то он найдет своего клиента и полетит. Я бы, наверное, добавила, что за последние пару лет, мне кажется, что ситуация очень сильно меняется. Я очень много общаюсь со стартапами, и буквально там пару лет назад, когда мы рассказывали, что вот банк заинтересован в сотрудничестве со стартапами, но очень со стороны стартапов такое отношение было настороженное. То есть они говорят, ну, мы к вам там приходили, в общем, у вас так все сложно и долго, и, в общем, нам неинтересно. А с другой стороны, в корпорации тоже, вот Евгений тоже поднял правильные вопросы, что есть свой роудмэп, есть свои планы, зачем нам стартапы, сейчас не до них. Сейчас ситуация меняется. Это очень классно, я считаю, потому что в корпорациях выстраивают фасттрек по работе со стартапами, развивают внутреннюю культуру. Как я уже сказала, у нас за этот год колоссальный прорыв произошел в отношении стороны бизнес-подразделений к технологическим компаниям, стартапам небольшим. И это классно с той точки зрения, мне кажется, что это даст толчок вообще развитию технологий на рынке. Финтех, около Финтех и других областей тоже. То есть для нас это ситуация выигрышная, вин-вина для стартапов и для корпораций. Поэтому давайте развиваться дальше. И все-таки я думаю, что в корпорациях среда станет еще более благоприятной в ближайшие годы для стартапов. Спасибо. Сергей, ваш тейк. Ну я, честно говоря, готовился к более такой напряженной дискуссии на данном круглом столе. Я думал, мнения будут очень-очень полярные. И я, честно говоря, в шоке от того, какой консенсус у нас образовался. Я чего ожидал? Я ожидал, что одни будут защищать, в частности, некоторые банки, то, что они могут конкурировать с телеком-операторами на их рынке. Телеком-компании будут говорить о том, что они эффективны с точки зрения создания своих банков и финансовых сервисов. А в итоге, к чему все подошло? К тому, что на самом деле секрет успеха и создания каких-то прорывных инновационных продуктов и сервисов – партнерство. Это лишний раз убеждает меня во мнении, что мы идем правильным путем. Так, к сожалению, у нас на дискуссии не было Сбербанка. Тогда, я думаю, было бы как раз в этом ключе огонек, и мы бы все зажгли. Спасибо. До вверх. У нас тема сегодняшней панельной дискуссии объявлена как партнерство банков, стартапов, телекомов для качественного роста. Ну, нужно, наверное, признать этому партнерству быть. Да, спасибо. Друзья, я позволю себе такое тоже краткое резюме сегодняшней дискуссии, если у нас есть время, перейдем к вопросам. Ну, смотрите, на самом деле мы сегодня услышали глобально три стратегии. Значит, первая стратегия – мы знаем, что делать, и знаем, как развивать стартапы, знаем, как выстраивать партнерство с банками, с телекомами, и делаем это внутри. Вторая стратегия – что мы знаем, что делать, у нас классная инфраструктура, мы умеем очень быстро реализовывать различные идеи, эффективно ведем переговоры со стартапами. И стратегия – что мы вообще, в принципе, можем делать и так, и так, и по-другому, и самое главное – партнериться. И на самом деле, друзья, это очень классно, потому что на самом деле, как правильно, не знает никто. Да, и вот это очень важно понять. И сегодня тот коллектив, который собрался на панели, то тому доказательство. Потому что каждый из вас, каждый из нас в реализации своих планов, в общем-то, достаточно успешен. Хотя там модели, они могут отличаться. Это говорит о том, что не бывает неуспешных идей, бывает неуспешная реализация этих идей. Поэтому, в принципе, сегодня мы понимаем, что вот понятно, что наш круг гораздо шире. То есть есть другие коллеги, партнеры, которые, может быть, сегодня не присутствуют, которые также уносят серьезную лепту в развитие в целом той самой экосистемы, той самой инфраструктуры, IT-рынка, новых технологий. Но на самом деле мы можем друг друга поздравить, потому что действительно, в целом, каждое действие каждого из нас поднимает общий уровень развития технологий, общий уровень понимания того, что нет каких-то железобетонных лишений, нужно быть очень гибким, нужно в каждый момент времени искать те или иные модели, которые могут быть полезны. И что самое главное, на длительном горизонте, так или иначе, все все равно будут партнериться. Спасибо всем. Друзья, если у нас есть время, Алексей, есть время? Отлично. Тогда, если есть какие-то вопросы друг к другу из зала, пожалуйста. Наталья, у меня вопрос к вам. Каким образом вам удалось обеспечить ту самую конкуренцию за статапы среди ваших бизнес-подразделений? На самом деле, я думаю, что когда бизнес-подразделения увидели, что по результатам первого набора акселераторов запущены пилотные проекты, и часть из них настолько успешна, что принято решение их масштабирования, они увидели для себя, что стартапы могут приносить им какой-то бизнес-эффект, достижение их KPI, то, естественно, это понимание, оно и создает потребность в таких решениях. Мы проводили очень много внутренних мероприятий, рассказывали, как работать со стартапами. Мы выстраивали фасттрек совместно с внутренними профильными подразделениями, с юридическим департаментом, с безопасностью, создавали благоприятную среду для быстрой реализации вот этих пилотных проектов. Когда коллеги в бизнес-подразделениях увидели, что это работает, естественно, интерес к этому значительно вырос. Коллеги, еще вопросы? Жень, как думаешь, почему, когда банки делают виртуальную оператору на базе больших цифровых стимула, и что-то вняты, ну, на москве это не получается. Почему, если, когда, несмотря на тот бюджет огромный, что мы перечислили? Я, честно говоря, не могу сказать, что там что-то внятное или невнятное. Понятно, что наш проект – это тоже там, ну, хорошо, если пара процентов от выручки оператора. Поэтому тут вот вопрос взгляда, наверное, вот так. Точно так же я уверен, что из любого из банков телекоммуникационная история, она там тоже хорошо, если пару процентов выручки дает. Поэтому это скорее, ну, вклад в будущее в некотором смысле, нежели это вот прямо такое, как у нас любят, а сегодня вложил, через там три года супер все отбил, как бы, и всех победил. Ну, это скорее, конечно, игра в долг у любого из игроков будет. Спасибо. Артем, ты не хочешь прокомментировать? Этот вопрос, мне кажется, замечательный. Ну, тут надо понимать, что и ожиданий там каких-то больших, наверное, еще и не было. То есть, ну, как не летит. То есть, у нас полмиллиона клиентов, вы в курсе, можете подтвердить активных разговаривающих. Там база существенно больше. Но здесь дело заключается в том, что нужно первичное ожидание, что можно построить оператора, просто еще одного оператора на базе банка. Они не оправдались. Нужно искать какую-то бизнес-модель. Вот. Там есть действительно бизнес-модель и преимущество, почему оператор может или должен делаться на банках, почему клиентам это может быть интересно. Не знаю, у меня вот, например, моя личная причина, почему я пользуюсь виртуальным оператором своего банка, она не в том, что там связь лучше или тарифные планы лучше, она лучше в том, что безопасности. Потому что я четко знаю, что, ну, вот, банк, смс-ки, все пароли, они находятся в одной безопасной среде. То есть, в случае чего, если у меня стащат деньги с моего счета, банк всегда сможет разобраться, какие смс-ки вводились, какие коды приходили клиенту и так далее. Просто когда это происходит, операторы там или у Билайн в очередной раз там ломают базу, и все клиенты там его, там, меняют сим-карты, переписывают их там на третьих людей, то, как бы, ну, сделать ничего нельзя. То есть, это надо банку там звонить в Билайн и так далее, разбираться. Эти разбирательства идут очень долго. То есть, нежели чем, когда это одна секьюрная среда, в которой заведены одни правила. То есть, в этом смысле, например, ну, всем состоятельным клиентам, у которых есть деньги, хранить деньги в банке, у которого есть свой оператор, и иметь его номер. Очень даже понятно, почему. Ну, это не единственное, я надеюсь, там, маркетинговое преимущество, которое мы найдем. То есть, вот мы там, Сашка, начинали разговаривать, что да, нужно искать дополнительное value, а не в том, чтобы просто делать четвертого, там, пятого, шестого, седьмого оператора. Ну, эти преимущества, они есть. То есть, и это не только то, что я сказал, но даже то, что я упомянул, это для ряда клиентов очень важно. Спасибо. Олег, еще есть вопросы какие-то, может быть? У меня тогда, Артем, есть к тебе вопрос. Тут не так давно в публичной плоскости звучали, значит, тезисы Олега касательно какого-то там возможного партнерства с компаниями, IT-компаниями типа Яндекс, и вообще, что это может быть некое новое качество принести. Сейчас, безотносительно этого плана, просто в целом твой взгляд. Вот мы говорим сейчас про телекомы, банки, но понятно, что в современном мире грань между телекомами и не телекомами, ну, если берем там тот же самый Яндекс, который так или иначе запускает различные телеком-сервисы, она стирается. Как вы на это смотрите с позиции банка, которая тоже превращается в IT-компанию? Ну, что касается Яндекса, понятно, что Яндекс, он действительно делает очень много, как на поляне телекомов, так, наверное, будет еще в будущем больше делать на поляне финансовых сервисов, потому что, ну, с точки зрения выручки, там, если сравнивать там выручку или прибыль Сбербанка и Яндекса, то, в общем, там вы найдете значительное отличие, то есть там в 30 раз по прибыли, но если сравнивать количество клиентов, то вы там существенного отличия не найдете. Базы клиентские будут там, ну, плюс-минус сопоставимы. Поэтому довольно естественно, что Яндекс будет стремиться партнериться с финансовыми сервисами или делать их как бы сам, да, то есть, ну, мы смотрим так, что на самом деле лучше пытаться сотрудничать с Яндексом, мы там делаем совместную карту, чем с ним конкурировать, потому что, ну, честно скажем, и операторы, и банки, это во многом такие лицензированные компании, даже самые продвинутые, они довольно сильно защищены. То есть, если в лоб столкнуть там в конкурентной среде, там, не знаю, ВТБ и Яндекс, ну, понятно, кто победит на одном поле, тут даже там, или там даже Яндекс и Тинькофф, ну, или Ростелеком, ну, более-менее очевидно, да, то есть, это там гораздо более подвижная там IT-компания, вот, которая, в общем и целом, наверное, тоже уже там сильно трансформировалась. Для меня, например, Яндекс, это в большей степени там такси сейчас, компания, которая развивает транспорт, у которой есть еще поисковик, нежели поисковик, у которого есть такси, потому что я лично верю, что у Яндекса, там, не знаю, капитализация Яндекс.Такси будет больше, чем капитализация нового Яндекса через пять лет. Вот, поэтому будет тяжело банкам, безусловно, после того, когда сервисы айтишные, там, Мэйл и Яндекс начнут конкурировать. Это, безусловно, произойдет. Почему это произойдет? Потому что источник платежа, он уже, как бы, отрывается от банка, да, то есть, ну, произойдут там все эти директивы, PSD2 и неважно, какой номер, когда счета можно будет доставать из любого приложения, из любого места. Соответственно, привязанность к банкам, она не будет такой необходимой, как сейчас. То есть, сейчас банки достаточно, например, удачливы в чем? В том, что вот при первой волне мобильной революции банковские приложения, они все еще используются, потому что люди очень сильно привязаны к своим счетам и очень сильно привязаны к источнику денег. Поэтому наше приложение, Сберовское приложение и так далее, там, наше приложение, они все входят там в топ-50 в России, и люди их скачивают и ходят туда ежедневно по ряду причин. Но эта позиция, она, ну, в смысле, такое положение делано будет не всегда, то есть, и эта позиция, это положение будет челленджаться очень сильно IT-компаниями в ближайшее время. И то, что СБ делает, ну, открывает все шлюзы и дает доступ как стартапам, так и IT-компаниям. То есть, стартапов мы в России не боимся, почему? Потому что у них денег нет, очевидно. А как бы, ну, чего их, собственно, там бояться, то есть, а как бы технологические компании, у них и деньги есть, и они более быстрые, чем банки и чем телекомы, скажем, в Украине. Поэтому там будет тяжело. Поэтому надо меняться. Спасибо, да. Ну, смотри, а значит ли это, что на рынок тех самых технологичных компаний должна будет прийти, ну, какая-то регуляция, потому что есть ощущение, что немножко несправедливо дело обстоит, потому что и телеком, и банки, мы достаточно жестко зарегулированы различными законами, да? А IT-компании, ну, еще нет, и на самом деле, слава богу, что они не были зарегулированы, потому что это дало возможность действительно построить национальных чемпионов, чем Россия, в принципе, может гордиться, да? То есть, такие как Яндекс, Мэйл, там, и другие большие IT-компании. Но сегодня, когда ребята превратились, ну, в такие же корпорации, как и мы, то есть, одно из существенных тем той самой конкуренции является, как раз таки то, что мы живем, мы с вами живем в системе достаточно жесткой регуляторики, ну, а ребята, ну, как бы, нет, да? Да, и вот это тоже важный фактор, который, ну, пожалуйста, каждый из вас может, кстати, прокомментировать, потому что касается всех. Ну, тут, извини, прокомментирую быстро. Мне кажется, это довольно нативно, потому что, ну, во многом от регулятора зависит то, как выглядит ландшафт глобального регулятора. Ну, то есть, вот, например, в Китае, там, счета открыли давно банковские, ну, и, собственно, там, банки ушли далеко в бэк-офис, то есть, никто ими не пользуется ни для платежей, там, ну, то есть, все пользуются, там, WeChat, там, или Pay, мы все это знаем, да, там, когда речь идет о крупных инвестициях или каких-то private banking, тогда люди идут в банки. Когда они идут в магазин, ну, у них нет, там, карт, ничего, то есть, это банки где-то находятся глубоко, их аппликейшены не используются. Это то, о чем я говорил. То есть, это во многом, то, как будет выглядеть этот ландшафт, во многом определяет регулятор. То есть, как бы, и действительно, IT-компании, они здесь имеют некоторое преимущество, потому что они действительно часто идут под радарами. То есть, и на то, что они там как-то вольно относятся к трактовке законов, во многом, на это часто закрываются глаза, потому что это же там, как бы, нелицензируемая деятельность, это IT-компания. Ну, это объективно происходит. Не включен. Ну, тут, я думаю, никто не знает правильного ответа, на самом деле, на этот вопрос. То есть, тут люди исходят из того, что есть. То есть, потому что, когда ты делаешь там ассистента или помощника, на самом деле, не очень понятно, зачем тебе что-то покупать. Эти все технологии, они сейчас довольно открыты. То есть, там, и там разница между тем, какие технологии использует Google, там, или мы, ну, она там буквально составляет от трех до шести месяцев. То есть, это все там open-source, и все довольно просто. Как там речь идет об инвестиции в билетный оператор, ты понимаешь, что если ты хочешь делать какой-то сервис, ты хочешь дать максимальное покрытие и контент людям. Ну, контент по регионам, ну, ты не можешь собрать просто это. Люди собирали годами, там, ходили ногами, подписывали договора. Поэтому ты делаешь небольшую инвестицию, и за эту инвестицию получаешь долгосрочный доступ к контенту. Тут серебряные пули, как бы, каких-то правил нет. Ты просто действуешь, исходя из соображения какой-то логики того, что ты хочешь сделать. Ну, я бы добавил, наверное, тут два измерения, таких, на которых идет принятие решения. Первое – это core или не core. Ну, то есть, словно, это прям важно, супер для нас. Или это, ну, сервис-сателлит, в принципе, если им даже другие будут банки пользоваться, ну, и пусть пользуются. Ну, и там, одно ты начинаешь втягивать себя, а другое, ну, просто, как бы, пользуешься всеми. А второе – насколько сложно это все повторить. Вот та же история с кассиром. Ну, правда, мы можем это сделать, наверное, сами, только повторять подписку, там, несколько лет. А мы хотим, ну, time to market никто не отменял. И вот где-то в этих измерениях уже ищет каждый игрок, а в какой точке и для него уже пора покупать или, наоборот, давайте, наоборот, оставим это за рамками нашего бизнеса. Мне кажется, что классика – это когда делается MVP все-таки на партнерство, потому что это, ну, значительно меньше инвестиций нужны для того, чтобы протестировать гипотезы. Если уж она летит и превращается в реально какой-то серьезный бизнес, ну, там уже начинается какая-то разработка in-house каких-то, либо модульно, либо все сразу. Ну, собственно, это во многом так игроки и делают. То есть, делают партнерскую историю, потом она уже становится реально корм со временем. На самом деле, коллеги уже все сказали, добавить что-либо очень сложно. Нужно просто еще смотреть на то, какие сервисы есть у конкурентов. И если, как бы, действительно тот продукт, та технология, которая предполагается выпустить на рынок, она вот прям супер конкурентоспособна, то времени там на внутренней разработке, ну, просто можно потерять этот прорыв. И иногда, конечно, быстрее взять готовый продукт и сделать партнерство, вывести на рынок. Не знаю, что добавить. Я согласен с Натальей, добавить что-то сложно, но я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу относительно того, честно, нечестно, что телеком, банки так пристально надзираются, регулируются, а финтехи, значит, в этом смысле отношения как к детям. Что-то я задумался на эту тему, никогда раньше таким вопросом не задавался. И вот к какой мысли я прихожу. То есть, то или иное регулирование банков, телеком-компаний, в первую очередь, наверное, все-таки обусловлено рисками, которые могут возникать для физических лиц. Учитывая, что клиентов достаточно много, или очень много, то это может, в свою очередь, вызывать им социальную напряженность. Что касается финтеха, то таких рисков нет до тех пор, пока финтехи не становятся крупными компаниями. И их деятельность не влияет на население, на наших граждан. Вот когда начинает влиять, тогда, наверное, нужно задумываться о регулировании. До тех пор, пока не влияет, мне кажется, нужно предоставлять максимальную свободу с тем, чтобы развивались технологии, с тем, чтобы они могли эти технологии как-то продавать, партнерствовать с различными другими крупными игроками. Вот какое соображение на этот счет. Отвечая на вопрос, я думаю, здравый смысл, прежде всего, второй – time-to-market, и, наверное, такой прогноз, будет ли это конкурентным преимуществом, собственно, разработку в ближайшие, условно, до пяти лет. Вот, наверное, если так агрегировать, то все-таки здравый смысл здесь превалирует. Я тоже здесь отвечу. Смотрите, как мы решили эту историю внутри себя, внутри Ростелекома. Как раз-таки для этих целей, собственно говоря, появилось подразделение по развитию бизнеса, которая в себе объединяет весь трек. То есть, начиная от внутренних инвестиционных проектов, любых, инновационных, внутренних венчуров, заканчивая работой со стартапами, поглощением технологических компаний, инвестиций в технологические компании и создание совместных предприятий с технологическими компаниями и другими лидерами рынка. Просто нахождение всех этих вертикалей, скажем так, в рамках единого подразделения позволяет, собственно говоря, в каждый момент времени весьма гибко подходить как раз-таки к принятию решения, к выбору, каким путем пойти. Потому что, грубо говоря, цель одна, ресурсы одни, а вертикалей несколько. И нам кажется, что такой подход, по крайней мере, который у нас в Ростелекоме более двух лет строится и реализуется, и в какой-то части уже реализован, он позволяет весьма гибко подходить к собственной выбору стратегии. И что самое главное, у нас нет каких-то барьеров переносить один и тот же, давайте скажем, стартап или инициативу из одной вертикали в другую. Ну, то есть там, понятно, свои линзы, свои мультипликаторы, мы можем спокойно двигать, но тем самым считаем, что получаем максимальную гибкость в развитии, скажем так, новых направлений бизнеса. Спасибо за вопрос. Классный вопрос. У нас еще один вопрос был, и я думаю, мы будем завершать. Я на самом деле вопрос такой, мне понравился, что Сергей сказал, как-то должно быть видео. Я на последний раз хочу задать вопрос. Катем, скажи, а один лет назад, вы когда стартовали, вы были стартапом, который пытался канкулировать на таком уровне, и вы все-таки уже сделали большую историю, в которой вы считаете, что это станет большим банком, но в самом начале же это, наверное, был стартап. И второй вопрос сразу, как вы все считаете, возможно ли такие еще стартапы, которые потом могут стоять как ThinkComp сейчас, есть ли место для этого, и каким образом это может быть украинцем? Ну, вопрос хороший. То есть, смотри, тут надо понимать, что очень сильно поменялось то, как вообще стартапы делаются. Когда мы стартовали, мы в какой-то степени были стартапом. Вот Леша Шамайко был IT-директором давно. Собственно, тогда для того, чтобы улететь в космос или оторваться от конкурентов, нужно было приобретать софт, софт, идти там в разные компании, САП, Оракл, Зибель и так далее, собирать эти коробки, там, Легаси. И это стоило довольно немалую сумму средств. То есть, в общем, с одной стороны мы были стартап, но с другой стороны мы вот собирались, прямо с таких вот, быстро собирались из-за то, что сейчас называется Легаси-решениями. Да, это были классные, крутые Легаси-решения. Сейчас стартапы, они просто чуть-чуть по-другому делают. Сейчас другой виток IT, то есть, это а-ля такой. Назад в 90-е, то есть, там в 90-е все делали там сами, потому что они понимали, что еще можно купить. И сейчас уже можно делать сами, но уже по-другому, то есть, уже по-умному, потому что сейчас уже, ну, Легаси, оно тебя только тормозит. То есть, сейчас проще все писать там с нуля, сейчас, ну, можно что-то покупать, безусловно, но это такие системы Nikkor, ты можешь вот практически все там от CRM, там, быстро из свободных фреймворков собирать. Вот, соответственно, ну, да, мы были стартап, но, как бы, надо понимать, что сейчас стартапы, они выглядят по-другому чуть-чуть, хотя дух у нас был прям вот, как сейчас, стартаповский, что ни на есть. Второй твой вопрос, он абсолютно, мне кажется, философский, то есть, как бы, если взять там Fortune 500, то ты поймешь, что за 50 лет в списке 500 компаний осталось, ну, дай бог, там 10-12 процентов. Вот ответ на твой вопрос. Всегда у вас, всегда будут Nikkor, то есть, всегда, даже если ты возьмешь, там, 20 лет назад, ну, куча компаний, там, не знаю, а-ля Facebook, там, Instagram, Amazon, там, это были какие-то, либо их не существовало, либо 20 лет назад их там, ну, просто не было. Поэтому сейчас все тоже думают, вот, какой-то есть магический фанк, и там, вот, Facebook, Amazon, Google, они теперь все будут покупать, и никаких компаний больше не возникнет, никогда инновационных. Ну, вообще, каждые 20 лет так думают, то есть, и вот никогда еще ни в одно 20-летие так не случилось. Все компании из списка меняются, то есть, там остается Coca-Cola, еще кто-то, а все остальные вылетают. Поэтому возможно. Ну, я бы на вторую часть ответил, и я, во-первых, согласен полностью, что действительно и так видно, что компании меняются, но из того, что мы видим как инвесторы, часто это вопрос амбиций. Вот, амбиции самого основателя. Когда мы видим их на ранних стадиях, вот они только начинают продавать, там, первые единицы, миллионов рублей выручки, с ним разговариваешь, он говорит, да, да, я строю там единорога, компанию с миллиардной капитализацией и так далее. Как только он выходит на какой-то уровень, допустим, там, выручки полмиллиарда рублей, оказывается, что, в принципе, он единорога не очень хотел строить. Ему уже хватает выручки, тут ему приходит, там, какой-нибудь игрок, говорит, давай, я просто все куплю. И в этот момент он человек, который хотел поменять мир, превращается просто в такого пенсионера 30-летнего, который уже отдыхает и расслабляется. И, на мой взгляд, это вопрос не состояния рынка, наоборот, сейчас возможностей стало больше, а состояние человека. Я хочу поменять мир или нет? Потому что, ну, вот, амбиция команды Тинькова, на мой взгляд, одна из, как бы, драйверов, почему это случилось. Потому что для, там, самого Тинькова это был сильно не первый бизнес. И сделать еще что-нибудь и продать там по-быстрому, уже желания не было. Было желание построить что-то большое. И вот вопрос амбиций, а все остальное уже складывается. Возможностей становится только больше. Мне кажется, на вопрос про Тинькова и стартапы, лучше, чем Тиньков и крупнейший фонд, как бы ничего уже не добавишь, на самом деле. Ну, безусловно, будет все меняться, будет все меняться и будет все меняться. Но ничего тут не добавишь. Я могу только добавить, что я не очень верю, что в ближайшие пять лет возможно появление каких-то единорогов по классическому модели развития стартапа, там, когда деньги Friends and Fam или дали, там, бизнес-ангелы, потом привлекли инвестиции от фондов. Вряд ли уже, ну, по тем причинам, которые я озвучивала, что на рынке сейчас уровень венчура, конечно, оставляет желать лучшего в России. Но я верю, что крупные корпорации будут инвестировать, будут появляться спин-офф именно внутренние стартапы, которые будут потом отпочковываться в отдельные компании и, собственно, вот так расти, потому что, ну, корпорации действительно сейчас много вкладывают технологии и инвестиции эти будут, и поэтому появление таких компаний и, безусловно, оно должно произойти. Ну, если коротко отвечать на вопрос, могут ли появиться подобные истории Тинькову, то я считаю, что да. Наверное, два объяснения, два комментария на эту тему, почему возник Тиньков. Мне кажется, среда была, все-таки 11 лет, это были тучные, тучные нулевые, золотые годы, и, наверное, были предпосылки для того, чтобы эта модель выстроила, это комментарий номер раз, к тому, почему возможны такие истории. Мне кажется, это вопрос всегда инновации. В свое время появился русский стандарт 20 лет назад, который запустил что-то там уникальное, чего раньше не было. Через 10 лет появился Тиньков, который тоже запустил какой-то уникальный проект. Не исключено, что в ближайшее время появится тоже какой-то игрок, игрок с абсолютно out of the box, каким-то решением, и выстрелит. Два таких комментария. Я думаю, что такой игрок уже он есть, просто есть вопрос, как бы он сейчас оттачивает где-то свою бизнес-модель. Скоро, наверное, мы его увидим, потому что Тиньков оттачивал определенное количество времени. Этот игрок точно может быть среди этой аудитории, в этом здании, в этой стране, как бы точно имеется. А вот второй момент, возможности всегда. А второй момент, что корпорации тоже меняются, и вот сейчас вот идея про спин-оффы, про внутренние изменения, в том числе, про которые Артем говорил, сейчас это происходит во многих корпорациях, я думаю, этот предпринимательский дух и стартаперский, он и в корпорациях. И с точки зрения конкурентной борьбы, она еще и корпорации огонька добавит. Поэтому есть таких два момента, есть возможности, и будет тяжелее. Спасибо. На самом деле, те же партнерства могут перерасти в какую-то такую историю большую. Точно. Андрей, на самом деле, спасибо тебе за вопрос, он очень интересный, я вот тоже дополню коллег. Но дело в том, что смотрите, друзья, есть очень хорошие новости. Если мы посмотрим на эпоху последних 20 лет и будем смотреть на технологию, именно на развитие технологичных компаний, кто был основателем технологических компаний, ну, как правило, это айтишники. Ребята, которые, в общем-то, ничего не понимали в бизнесе, просто были дико увлечены тем, что они делают. И так сложилось, что на нулевом рынке, который только-только всходил, они строили большие действительно компании и походу учились бизнесу. И это классно. И мы вот сейчас с вами имеем огромное количество тех самых национальных чемпионов, мировых чемпионов и так далее. Что произошло за эти 20 лет? За эти 20 лет произошло следующее, что уровень технологий и инфраструктуры разработки и инструментов для разработки настолько развился, что сегодня это вообще не rocket science. Если мы с вами посмотрим на успешные стартапы нескольких последних лет и в будущем они будут появляться, технологии уже не важны. И это, наверное, чуть ли не единственный тезис, где я Герман Оскарча готов поддержать, потому что время айтишников в хорошем смысле слова заканчивается. И возникает новое время, когда важна идея, важен драйв, важна мотивация и именно предпринимательство. То есть когда ты из существующего инструментария сможешь увидеть новую возможность быстро, дешево, эффективно, быстрее всех создать и находить различные способы, собственно говоря, развития того, что ты создал. И тогда этот ответ, да, безусловно, у нас будет появляться огромное количество новых юникорнов, причем в тех отраслях, которых мы сейчас с вами даже можем не представлять. Потому что, ну, к примеру, вот Артем очень правильно сказал, что для него Яндекс стал Яндекс.Такси. Я думаю, для многих из нас, безусловно, это так. Но если мы сейчас с вами в течение 50 минут пофантазируем, что может построиться на базе экосистемы Яндекс.Такси с момента, когда там будут автономус карс и так далее, и у тебя пространство в машине превратится просто в элемент твоей жизни с точки зрения там, мидия, развлечения, обучения, там, не знаю, еды, там, сна, чего угодно, да, это катастрофически задисраптит вообще всю экономику. Поэтому, конечно, они будут появляться. Порог входа на самом деле с точки зрения технологий уменьшается. То есть, грубо говоря, если, там, не знаю, даже в эпоху, когда Тинькофф развивался, для того, чтобы сделать MVP, ну, наверное, ребята потратили много времени и много денег. Для того, чтобы сейчас сделать MVP, нужно иметь просто там адекватных архитекторов и понимать, какие технологии сегодня существуют. Это там за несколько месяцев ты можешь сделать, в принципе, готовый продукт. За три копейки, в прямом смысле слова. И это как раз-таки то колоссальное время возможностей, где технологическая, так сказать, подкованность, она уходит на второй план. Самое главное, являешься ли ты тем самым истинным бизнесменом, предпринимателем, неважно, где ты работаешь, у тебя свой бизнес, ты в корпорации, это не имеет значения. Главное, чтобы у тебя была бы идея, мотивация к успеху, ну и, собственно, я готовность по хате, потому что без готовности трудиться и двигаться к цели, ну, все равно ничего не получается. Поэтому, друзья, на этой оптимистической ноте закончим. Всем спасибо огромное. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.